Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». И сегодня с вами я, ведущая, Елена Бунакова. Лучезарин и светил державный венец. Много в нем красоты и блистания. Он рождает надежды у чистых сердец и волнует безумцу мечтания. Недоступен он страсти и злобе людской, не сплетен он из листьев лавровых. В нем сокрыт величавый священный покой, тайна муки страданий терновых. В нем алмазные слезы, играя, блестят, как созвездия в часы озарений. В нем кровавые капли рубинов горят вечным символом горьких мучений. Кто по милости Божий венец тут надел, кто вознесся душой благодатный, для того не заманчив нас жалкий удел, грех и злоба вражды необъятный. Благодатен его святозарный приход, сладко бремя святой его воли. Он болеет душой за родимый народ и состраждет скорбящим в неволе. Преиспомнены правда и ласка и уста, чужд он гневу и казнем суровым. И грядет он на подвиг стезею Христа, озаренный сиянием терновым. Это стихотворение, которое написал поэт Сергей Сергеевич Бехтеев в 1924 году, называется «Царский венец». Также называется и книга, занявшая сегодня место на нашей книжной полке. Она представляет собой биографическую повесть, созданную на основе мемуаров и исторических документов, и рассказывает о достойной жизни и мученической кончине семи царственных страстотерпцев. Об этой книге и пойдет речь далее в нашей программе. Эта книга повествуется о судьбе императора Николая II и его супруги императрицы Александры Федоровны. Об их любви, которая зародилась в юном возрасте и которую они пронесли через все испытания, выпавшие на их долю в страшное русское лихолетие. И об их чудесных детях. И так как эта книга написана по большей части для юного поколения наших читателей, то и начинает она свое повествование, конечно же, от юных лет государя и государыни. Вот, допустим, в первой главе говорится о маленьком Нике, его братья Жоржики и их друге Володе. По воспоминаниям последнего, в будущем полковника Владимира Алангрена, в частности, был составлен сей рассказ. Давайте сейчас обратимся к книге и узнаем, как относился император Александр III к воспитанию своих детей, которых в семье было пятеро. Николай, Георгий, Ксения, Михаил и Ольга. Как пишет автор, император обожал своих детей. Он играл с ними в снежки, учил пилить дрова и помогал строить снежные крепости. Но при этом воспитывал их почти по-спартански. Сам скромный и непритязательный в быту, он приучал к тому же и детей. Спали великие князья на простых солдатских койках с жесткими подушками. Утром принимали холодную ванну, на завтрак ели обычную кашу. В обед, когда они встречались с родителями, на столе было много разных блюд. Но детям подавали в самую последнюю очередь, после всех гостей. Великий князь Александр считал, что детей не нужно отдалять от земли, а потому приветствовал их общение с простыми людьми. Поэтому и Ники, несмотря на свое царское происхождение, рос шаловливым и озорным мальчишкой. Он обожал чехарду, лепил снежных баб, носился по саду, а порой был не прочий подраться. Обычные проказы мальчишек всех времен не обошли его стороной. Но при всех этих ребячьих качествах была у него какая-то очень нежная, чувствительная душа. Порой он отвлекался от игры и поднимал вверх свои красивые ясные глаза и замирал. В небе курлыкали журавли, стройные вереницы, улетая из Петербурга. А вот что говорил великий князь Александр III, будущий воспитательница своих старших сыновей, Александрия Лангрен. «Вам дают двух мальчуганов, которым рано еще думать о престоле, которых нужно не выпускать из рук и не давать повадки. Имейте в виду, что ни я, ни великая княгиня не желаем делать из них оранжерейные цветы. Они должны шалить в меру, играть, учиться, хорошо молиться Богу и ни о каких престолах не думать. Учите хорошенько мальчиков, спрашивайте по всей строгости законов, не поощряйте лени в особенности. Если что, адресуйтесь прямо ко мне, а я знаю, что нужно делать. Повторяю, что мне фарфора не нужно. Мне нужны нормальные, здоровые русские дети. Подерутся – пожалуйста, но доносчику – первый кнут». Вот в такой атмосфере Николай II вырос человеком достойнейшим, добрым, чутким, не делающим различий между людьми по их положению в обществе и сословной принадлежности, всегда желающий оказать людям реальную помощь. А как росла и как воспитывалась будущая императрица Александра Федоровна, повествует следующая глава книги. Например, юные читатели узнают, что в детстве принцессу Алекс мама называла не иначе, как солнечный лучик. Но когда девочке было немногим больше шести, ее мама умерла. Так Алекс рано довелось узнать, что такое боль. Через много лет, когда маленькая принцесса вырастет, они и скажут, что ее прекрасное лицо было пронизано скорбью. До этого времени принцессу с полным правом можно было назвать счастливым ребенком, необыкновенно светлым, жизнерадостным и очень красивым. Как описывают ее современники, она была весьма любознательна. Все, что окружало маленькую девочку, вызывало в ней живой, неподдельный интерес. Пылкая натура стремилась получить ответ на все непонятные и неизведанные. Она не была капризной и избалованной, какими принято считать принцесс. И уже в раннем возрасте проявляла большую выдержку и силу воли. Господь наделил ее любящими преданным сердцем, необыкновенно чутким и сострадательным. Даже будучи совсем малышкой, она не любила играть в куклы, ведь они не были живыми. Зато кошки, собаки, лошади вызывали восхищение жизнелюбивой принцессы. Их можно было приласкать, о них можно позаботиться, и они ответят тебе чрезвычайной преданностью и дружбой. Семья герцога Людвига Гессинского не отличалась особой роскошью, потому как большая часть доходов расходовалась на благотворительность. Детей одевали очень просто, скромны были и их прически. Стол исключал всякую изысканность. Просторные детские и классные комнаты, обставленные самой простой мебелью, не имели никакого богатого убранства. В юношеском возрасте Алекс уже имела хорошее познание в истории, литературе и географии. Глубоко воспринимала музыку. Возвышенная душа принцессы тонко чувствовала красоту природы. Алекс нравилась сидеть в саду с рукоделием в руках, слышать пение птиц, любоваться закатом солнца. Это была чистая и цельная натура. Глядя на нее, нельзя было усомниться в целомудрии ее мыслей и чувств. Принцесса не любила шумного общества. Иногда во дворце устраивались детские вечеринки, но Алекс не получала от них особого удовольствия. Ее природная застенчивость заставляла ее держаться в стороне. Как встретились эти два замечательных человека, воспитанные в любви к Богу и ближним? Как соединились их любящие сердца в один идеальный союз? Как рождались и воспитывались их дети? И как вместе они все перетерпели даже до смерти? Рассказывает книга «Царский венец». По словам издателей, эта книга поможет нами, нашим детям, взглянуть любящими глазами на историю нашего Отечества. Поможет вернуть в нашу жизнь поруганные идеалы мужества, любви и патриотизма. Образ царственных страстотерпцев, очерненный врагами России, вновь предстает перед нами как чистое зеркало правды и благочестия, как олицетворение подлинной красоты. Царские венцы, ставшие терновыми, вновь сияют вечной нетленной славой в Царстве Небесном и в молитвенной памяти почитающих святых мучеников. Книга дает настоящий пример тех отношений между близкими людьми, которые сегодня так редки. Написанная для юношества повесть «Царский венец» будет интересна и взрослым читателям, и тем, кому дорога судьба нашего Отечества. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok